Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак и было большое горе. Был тяжело болен ребенок. И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти. И мать, не отходившая от постели, где он лежал, тоже плакала горькими слезами. От страха, от своей беспомощности. Что сделать? Чем помочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а до больницы, до доктора тридцать верст. Да и не поедет никакой доктор в такую страсть. Стукнуло в прихожей. Нефед принес соломы на топку. Свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и вьюжной свежестью, приотворил дверь, заглянул. Ну, что, барни, как? Не полегчало? Куда там нефедушка? Верный не выживет. Все какие-то красные лапти просит. Лапти? Что за лапти такие? А Господь его знает. Бредит. Весь огнем горит. Мотнул шапкой. Задумался. Шапка, борода, старый полушубок, разбитые валенки. Все в снегу. Все обмерзло. И вдруг твердо. Значит, надо добывать. Значит, душа желает. Надо добывать. Как добывать? В новоселки идти. В лавку. Покрасите фуксином нехитрое дело. Бог с тобой, да новоселок шесть верст. Где ж в такой ужас дойти? Еще подумал? Нет. Пойду. Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. Оно будет мне в зад пыль-то. И, притворив дверь, ушел. А на кухне, ни слова не говоря, натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в руки кнут и вышел вон. Пошел, утопая по сугробам через двор, выбрался за ворота и потом в белом, куда-то бешеной, несущемся степном море. Пообедали. Стало смеркаться. Смерклась. Ни Феда не было. Решили, что, значит, ночевать остался, если Бог донес. Обыденкой в такую погоду не вернешься. Надо ждать. Завтра не раньше обеда. Но от того, что его все-таки не было, ночь была еще страшнее. Весь дом гудел. Ужасала одна мысль, что теперь там в поле, в бездне снежного урагана и мрака. Сальная свеча пылала дрожащим, хмурым пламенем. Мать поставила ее на пол за отвал кровати. Ребенок лежал в тени, но стена оказалась ему огненной и вся бежала причудливыми, несказанно великолепными и грозными видениями. А порой он как будто приходил в себя и тотчас же начинал горько и жалобно плакать, умоляя, и как будто вполне разумно дать ему красные лапки. «Мамочка, дай, мамочка дорогая, ну что тебе стоит?» И мать кидалась на колени и била себя в грудь. «Господи, помоги, Господи, защити!» А когда наконец рассвело, послышалось под окнами сквозь гул и грохот вьюги уже совсем явственно, совсем не так, как всю ночь мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а затем торопливый зловещий стук в окно. Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело. Белого, мерзлого, всего забитого снегом, навзничь лежавшего в розвольнях Нефеда. Мужики ехали из города, сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в какие-то луга, потонули вместе с лошадью в страшный снег и совсем было отчаялись, решили пропадать, как вдруг увидели торчащие из снега чьи-то ноги в валенках. Кинулись разгребать снег, подняли тело, оказывается, знакомый человек. Тем только и спаслись, поняли, что значит эти луга хуторские, протасовские, и что на горе в двух шагах жилье. За пазухой Нефеда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином. Продолжение следует...